У нас сегодня будет необычное занятие, я вообще уже объявлял на прошлой неделе студентам, что у нас будет выступление специалиста по обучению особо одаренных детей из Норвегии. Вот сейчас Августа Викторовна представит вам специалиста и мы будем обсуждать те проблемы, которые будут здесь нам озвучены, излагаться, очень интересные и можно будет так или иначе как-то отнестись к тому, что будет сказано и, может быть, высказать свои какие-то впечатления, соображения в форме вопросов, реплик и так далее. Я надеюсь, что с этим регламентом все согласны и против никто ничего не имеет. Все согласны, все за. Все, тогда начинай. Возвольте вам истарить Марину Плясову. Это институт такой есть, ОСВА. Его название Барат Дуэ. Что это означает? Это фамилия. Фамилия Барат Дуэ. ОСВА, как вы понимаете, Норвегия. И вот там это отделение есть. Кроме того, Марина Плясова еще член Союза писателей Норвегии. То есть человек, который не только музыкой занимается, но еще и пишет. Теперь, пожалуйста, будем слушать. Спасибо. Я тогда присяду. Как вам? Ну, немножко, наверное, о себе расскажу сначала. А, да. И о нашем институте. Я приехала в Норвегию 19 лет назад по работе. Начала преподавать в музыкальной школе и одновременно как исполнитель. Но это было на севере за полярным кругом. Так называемые Лафатенские острова. Потом я постепенно перебралась в город, называемый Тромсё. Это на севере. Тоже его называют Северный Бариж. И уже затем Восло. Восло есть институт Бородуя. Как я уже сказала, это фамилия его создателей. И сегодня уже третье поколение. Наш ректор – это внук тех людей, которые этот институт создали в свое время 80 лет назад. Сам институт – это Билла. В центре города. В общем-то, деревянная вилла в старинном таком стиле. Бордового цвета. Так что даже и не подумаешь, что в нем такое происходит. Наш институт базируется в основном на струнное отделение очень развитое. Портопиано – очень маленькое отделение. Но тем не менее, присутствуют все возрастные группы. То есть у нас обучают детей от детсадовского возраста. Музыки, я имею в виду, конечно. И до аспирантуры. Поэтому каждый преподаватель, в принципе, работает на всех уровнях. Не каждый, но многие. Многие из них. И у нас очень много преподавателей. Где-то в районе 60, наверное. Но практически каждый из них имеет по одному-два ученика. Некоторые из них, естественно, больше. Почему именно струнники? Ну, во-первых, потому что директор сам скрипач. Жена его артистка. И у нас очень много оркестров. Самый первый оркестр для самых маленьких. Они занимаются в основном по методике сузу-хейстри. Если вы слышите. Затем у нас есть детский оркестр. Есть оркестр юношеский. Есть оркестр уже взрослый, студенческий. Есть оркестр камерный. Это уже профессиональный оркестр, который гастролирует по всему миру. Записывает диски и так далее. В принципе, нас, вот фортепианное отделение, во многом воспринимают, как потенциальных исполнителей камерной музыки. Так скажем. Потому что солистов на самом деле не так много. Но они есть. И ребята очень хорошие, высокого уровня обучения. И у нас очень много таких, которые вышли на настоящий уже мировой уровень. Может быть, вы слышали? Есть пианист Лейв Уве Алснес такой. Есть. Слышали, да? Он, я так думаю, что входит в десятку сегодня самых лучших исполнителей. Нет? Согласны? Ну, можно взять. Смотря там, кто составляет визит. Ну, конечно, конечно. Ну, это я так. Может быть, чуть-чуть, да? Есть ребята, которые ездят в Европу, выигрывают конкурсы и так далее. То есть у нас уровень очень высокий. Значит, вот каждый раз, когда я прихожу на такого рода беседы, все задают вопрос, как может такое быть, что, допустим, при той системе, которая у нас существует, то есть у нас очень коротенькие уроки. Я сейчас вам расскажу поподробнее, как может все-таки присутствовать такое качество. Вот, наверное, в этом вся загадка и кровица. Потому что, если мы будем говорить сейчас о системе норвежского образования, музыкальной, во-первых, сначала надо, конечно, чуть-чуть задеть в принципе общественное устройство и его законы, потому что это очень важно, это влияет на музыкальное образование в целом. Значит, в Норвегии существуют так называемые коммунны. Их где-то в районе 52, может быть, коммунны. И я помню, что когда я приехала в Норвегию, то на тот момент в каждой коммуне была музыкальная школа. То есть коммунны это, ну, типа штата что-то, да? Не обязательно город, может быть, но есть какой-то вот центр там. Значит, в каждой коммуне музыкальная школа. А уже вот сейчас недавно я интересовалась этим вопросом и оказалось, что по прошествии вот почти уже 20 лет, в которых прошло с момента моего прибытия туда, число музыкальных школ возросло значительно. То есть сейчас это где-то уже примерно тысячи полторы. То есть это говорит о том, что интерес растет и, в общем, уровень образования тоже растет. Очень много специалистов, которые заканчивают вузы. Я так думаю, что когда они не находят работы, они просто организовываются в какие-то частные школы или еще дополнительные какие-то школы тех же коммунных. Таким образом, школ становится очень много. Но школа это может быть просто частные уроки на базе какой-то школы общеобразователей. То есть они снимают помещение и преподают, называют это школой. А музыкальная школа, как таковая, коммунальная, предполагает, что каждый ребенок получает урок, как мы называем, по специальности, в среднем 25 минут в неделю. И этим все ограничивается. Когда я начинала работать на Лафантинских островах, то урок продолжался 22,5 минуты. Ну, это исходя из 45,9 минуты. Конечно, это было очень-очень трудно для нас, которые получили нашу русскую школу. Полударились. Да. Не говоря уже о том, что никаких сорфетжио-теорий и так далее там ничего такого нет. Значит, цель этого всего такова, чтобы каждый ребенок без экзамена мог приобщиться к музыке. А если так подумать в корень, то, в принципе, кого мы воспитываем? Мы же воспитываем не только профессиональных музыкантов, мы воспитываем, в принципе, хорошую армию любителей. Тех людей, которые будут посвящать концерты и залы и так далее. Вот этого мы, к сожалению, недооцениваем, когда, грубо говоря, получаем этот продукт. Поэтому, конечно, есть школы специализированные. Вот Мараду – это такая школа, в которой мы, так сказать, воспитываем таланты. Особо одаренных детей. И сейчас уже мы говорим о том, чтобы все преподаватели, работающие на разных уровнях, подключались к совместной работе. И чтобы, ну, вот эта перспектива как-то выстраивалась. То есть те, кто работают с маленькими детьми, как-то все-таки смотрели вперед, направляли этих детей дальше и так далее. То есть они проходят разные стадии. Если это струнники, то они играют в оркестрах сначала в детском, потом в юношеском и так далее. В конечном итоге уже уходят на другую уровню. Но, скажем, когда происходит вот этот вот переломный момент, когда ребенок начинает понимать, что он будет заниматься профессионально или не будет заниматься профессионально, на мой взгляд, это происходит лет в 16. И таким образом, вот сейчас в данный момент мы с моим шефом обсуждали вопрос о том, чтобы изменить чуть-чуть систему в институте перехода из школы талантов в уже вузовое отделение. То есть это все вместе у нас находится. И таким образом мы пришли к выводу, что вот последний год гимназии, когда они начинают уже думать, будут они дальше заниматься этим или нет профессионально, это вот такой вот решающий для них. И поэтому мы устроили дополнительный экзамен при переходе на последний курс гимназии. А это, в общем, предшествует. Это сколько лет? Это 16 лет примерно. Или 17 даже. 17 лет. Да. Значит, таким образом дети под подростки сдают дополнительный экзамен именно в этом возрасте. Вот. Таким образом, значит, они уже не катятся под наклоны, так сказать, да, а должны действительно уже сделать свой выбор. А что касается детей предшествующего возраста, так скажем, то я вот, следуя своему опыту, сделала для себя такой вывод, что вот когда мы называем детей одаренными, мы говорим о природных способностях в основном. А когда мы уже оперируем словом талант, то там уже какие-то другие вещи подключаются. Наверное, многие занимались этим вопросом, и каждый для себя делал какие-то своеобразные выводы. Есть даже такой один англичанин, который написал книгу, и в этой книге фигурирует такой момент, что для того, чтобы стать настоящим профессионалом, ребенок до 18 лет должен заниматься сколько-то тысяч, да, часов. Но я считаю, что это нам нужно уточнять, потому что все зависит от того, как заниматься. А? И кто занимается. Да, и кто занимается, да, совершенно верно. Но для себя я вывела один такой момент, что лет в 12-13 примерно, когда ребенок уже начинает осознавать что-то, и когда у него действительно появляется интерес, вот тогда можно уже говорить, талант это или не талант. А до этого, в принципе, можно говорить только лишь о природных способностях, о подаренности. И этот момент я освечиваю в своей книге. И сейчас я вам покажу. Это книга, которая написана сначала в Норвегии в 2009 году. Детство по знакам музыки. Еще раз учиться. Детство по знакам музыки. Диалогия подаренности. А где есть? Здесь, в России, она есть на начале сбоку, после этого в издательстве «Классика-21». Ага. Вот. И, значит, здесь я рассуждаю о таланте, о подаренности с точки зрения, со своей точки зрения как практика, поскольку я работаю с подаренными детьми очень много лет, и пытаюсь сделать какой-то сравнительный анализ норвежской, скандинавской системы и нашей российской. Вот. Это я освечиваю во вступлении. А, кроме того, здесь еще есть интервью с различными людьми, которые имеют отношение к этому вопросу так или иначе. То есть это либо педагоги, либо исполнители, либо есть один профессор педагогики. Значит, кроме того, это и норвежцы, и русские. Среди них, кстати, есть ваши преподаватели. Юрий Богданов, Юрий Розум, Алексей Кашманец. Есть один философ, который был сыном премьера-министра норвежского. Все они родители, или многие из них, то есть в той или иной степени имеют отношение к воспитанию. Вот. До этого я выпустила еще книгу для детей. Она называется немножко так перфекциозно, но я не сама придумала название. Маринины, можно сказать, в кавычках шедевры, то есть это в любимой пьесе, другими словами. Написала я ее и потому, что вот именно мне не хватило на тот момент, когда я начала работать в Норвегии, такой вот какой-то достойной методики, которая могла бы сочетать в себе нашу какую-то нашу школу русскую с ее высоким профессионализмом и перфекционизмом, можно сказать. И чтобы я могла ее использовать для норвежских детей именно, потому что на самом деле именно это самое трудное. Тем более, что урок такой коротенький, и в Толентской школе, конечно, не так. То есть у нас все по-другому немножко, я потом могу вам рассказать. А когда в обычной музыкальной школе урок 25 минут и ничего больше другого нет, то, конечно, приходится за это время ну как-то компактно изложить все, что тебе нужно. И поэтому методика совершенно меняется. От этого как бы возникают совершенно другие принципы, и вообще все происходит гораздо значительно быстрее на уроке. То есть вот эта повествовательность или процессуальность, она как бы уже отходит на задний план, можно сказать. Свертывается. Свертывается. И в то же самое время я сталкивалась с такими вещами, как, например, на Лафантенских островах мне делали замечания, вот ректор наш поначалу делал нам очень много замечаний по поводу того, как мы проводим урок. И это было, в общем, даже дико, можно сказать. Допустим, когда дети себя вели как-то не очень прилично, ну скажем, им что-то не понравилось, когда ты говоришь, нет, это неправильно, давай еще раз, вот это было уже совершенно неприемлемо, то есть даже вот это. Нет, сказать было нельзя. И было так, что дети реагировали очень агрессивно и просто столы переворачивали даже. И ректор говорил, ну что ж, пусть он отойдет немножко, а потом придите и извинитесь перед этим мальчиком. То есть это для нас совершенно было никак. Кроме того, мы же привыкли к определенной авторитарности, а когда стоят родители рядом и контролируют, контролируют, чтобы ты, не дай бог, дал больше задания, чем нужно, даже иногда подсказывают, чему именно надо учить ребенка, то есть они как бы принижают эту планку, то очень трудно квалифицированным педагогам дать, передать свои знания, то есть нет отдачи вот этой вот. Но с другой стороны, надо мериться с этим демократическим подходом ко всему, в принципе, и надо немножко знать и наобегию, и наобегию, и наобегию, происходит. Дело в том, что в Норвегии лет 30 назад там появилась такая тенденция. Так называемый Янделоф, это неписанный закон, появился, который гласил, ты не лучше меня, я не лучше тебя. Никакой конкуренции. Швеция, Норвегия и Дания, это вообще-то похожие страны. Отличие их в том, что Норвегия маленькая страна, там не было дворянства, там не было вот таких вот светских традиций, это деревенская страна, овцеводство, рыболовство и так далее. То есть они сами признают это. И, в принципе, до войны это была страна, ну, довольно провинциальная. Традиции, как таковых, вот именно в музыке, в образовании не было. То есть это все на уровне случайности происходит. Значит, многие, особенно, кстати, в провинции, в Осло, конечно, не так, в крупных городах не так, но особенно в провинции воспринимают эти законы довольно буквально. Поэтому очень многое переворачивают и извращают. Вот я как раз описываю несколько таких случаев в своей книге, но то, что я не ставила туда, был такой вот примечательный момент. Я занималась двумя девочками, сёстрами. Мама стояла рядом со мной, контролировала. Девочка пришла с линами ногтями, а нужно и учить на футопиано. И я уже, зная, что нельзя особо ничего сказать, я говорю, ну, надо как бы вот отстричь ногти. Мама говорит, я ей говорила, но она не хочет. То есть всё, вопрос закрыт. Ну, а как? То есть, в принципе, наши педагоги бедные, они должны мириться с этой ситуацией и справляться с этим, ну, какими-то любыми средствами, в принципе. То есть, не ругая ребёнка, не делая ему замечаний, не критикуя, каким-то образом изворачиваться, да ещё за эти 25 минут пытаться сделать что-то. Другое дело, что нет экзаменов, нет требований. То есть, в принципе, это похоже на лакунку, скажем так. Вот, они так и говорят, что это, в общем, предназначено для времяпровождения после обеда. Вот. Ну, в конечном итоге, в Норвегии очень большое количество любителей, аматёров так называемых. На Лафотенских островах 9 духовых оркестров, а население 10 тысяч. Значит, столько же хоров, да? Представьте себе, очень много любительских оркестров симфонических, в которые они внедряют несколько профессионалов, а остальное количество людей – это аватёры, в общем, играющие очень прилично, потому что акция безумно музыкальная. Вот. Почему музыкальная? Потому что, ну, во-первых, даже если классических традиций не было, академических, то были всегда народные традиции, были традиции церковные, скажем, народ, прихожане в церквях поют, поют псалмы, то есть в российской православной церкви поёт хор, а там поют прихожане по дорогам. Так что народные традиции развиты безумно. То есть это проявляется как в музыке, так и в других сферах. То есть вот отделившись от Швеции, под которой они были где-то 300 лет примерно, в 1906 году, по-моему, они отделились, они, в общем, вот этот свой патриотизм буквально лелеют. И есть день национальный независимости 17 мая, куда они выходят в национальных костюмах, и очень смешно смотреть, когда, допустим, в центре Осла на демонстрации, ты видишь, в национальном костюме идут не только норвежцы, но уже те иностранцы, которые туда ассимилировались, какой-нибудь индейец или африканец в национальном костюме. То есть, в принципе, гордятся этой нацией и, в общем, всем, что там происходит. Нации очень озабочены экологическими проблемами, проблемами человека, и вообще человеческий фактор на высоте. То есть, это делается все по-настоящему, с умом. И дети, в принципе, в школе получают вот эти импульсы, и даже больше влияет школа, чем семья. В общеобразовательной? Да, в общеобразовательной школе. То есть, вот этот гуманизм, как вот Альбер Швейс, мне нравится, он проразглашал такую вещь, как благоговение перед жизнью. И мне кажется, что именно к Норвегии это подходит очень сильно. Благоговение перед жизнью. Вот это у них очень развито. Кстати, я думала очень много над тем, что наши русские преподаватели, вообще говорят, русская школа. Меня всегда часто спрашивают, что такое русская школа. И я говорю, что это, в принципе, профессионализм, дисциплина, если говорить об исполнительстве, это логий звук, техническая подготовка. А вот скандинавы не так думают про это. Они часто думают, что это дрессировка, что русские музыканты играют быстро и громко. Ну, что касается нюансов исполнительства, то я могу сказать, что действительно тоже благодаря национальному характеру это как-то иначе проявляется. То есть они больше делают акцент на тембровой окраске, на каких-то динамических нюансах. И иногда даже бывает, пропадаешь в какие-то такие коллизии, потому что кажется, что все хорошо. А на самом деле не хватает им этой тонкости, потому что они как будто кружева плетут со своей музыкой. То есть это тоже связано с какой-то норвежской деликатностью, с тонкостью, сдержанностью. Это не значит, что нет темпераментных людей. То есть это как бы одно другому не мешает. А это, в свою очередь, связано с тем, что Норвегия была довольно изоливанной страной много лет. И люди жили вот этими коммунами, то есть общинами какими-то. И в принципе настолько традиции и обычаи разнились, что национальные костюмы разные, язык разный. То есть диалектов очень много. И диалект настолько различается, что в принципе даже можно не понять, что это за диалект. А сейчас, поскольку с тех пор, как они отделились, они очень дорожат своим языком, а язык изменился вот за это время, потому что они долго были под Данией, под Швецией. То есть они откуда-то вот вырвали этот свой язык из древности и сделали так называемый вот эсперанто язык норвежский, который новый норвежский называется, который в общем в школах внедрили как обязательный предмет. Многие от этого плачут, потому что это очень трудно. то есть неестественный язык, потому что ну как можно все диалекты совместить в одно. А кто эти языки? Ну, в принципе, это правительственное решение, и в общем споры идут до сих пор, учить или не учить этот язык. Я знаю просто по моему опыту, вот дети мне все рассказывают, что это очень трудно. Но мой муж очень настаивает, что это необходимо. То есть ну как бы вот хотя бы таким образом эти традиции возродить, так скажем. На слух эти языки все похожи, но вот какие-то нюансы, даже отдельные слова, очень различные. Я так думаю, что вы можете задавать по ходу вопросы, если вам что-то интересно будет. Если вы хотите, чтобы я в какую-то тему углубилась, то я могу... Так в чем же это отличие от этого 25-минутного, компактного подхода к обучению, в отличие от цели, в отличие от цели. Самостоятельности она проявляется во всем буквально. В свою очередь эта самостоятельность рождается от общения взрослого с ребенком, которое основано на равенстве. Понимаете? И вот это равенство у них, которое в принципе охватывает и вот это вот сегодняшнее, ну как это называется, ну как даже о равноправии, женское равноправие. Это касается и вопросов национализма и так далее, и так далее. Вот я помню, такой был случай с мальчиком очень много лет назад. Мы занимались с ним в музыкальной школе, а музыкальные школы в принципе не имеют своих станий, они занятия проходят в общеобразовательной школе в послеобеденное время. СМИ отне. То есть вот дети отзанимались, и вот свободный класс, и преподаватели занимаются с ними музыкой. И вот мы занимались с ним, и урок кончился, было темно, потому что за полярным кругом рано темнеет. Мы вышли из класса, и я заметила, что он, выходя из класса, потом из коридора, потом еще откуда-то, везде выключается нет. Ну 9-летний мальчик, понимаете? Ответственность потрясающая. И это проявляется абсолютно во всем. То есть если ты задаешь какой-то урок, задание даешь домашнее, он его сделает. Пускай это будет маленькое задание, пусть это будет, ну не знаю, какая-то будет там песенка элементарная, но он обязательно ее сделает. Обязательно. Ему будет стыдно, если он не сделает. И на концертах они не волнуются за это, именно потому что они привыкли к равному общению, у них нет вот этого вот, когда взрослые, взрослые, да, что вы хотите спросить? Извините, а если не берем внимание о разной стациональной менталитете или прочее, именно сам педагогический подход, я понимаю, что он психологическое различие, но сама методика, и технический процесс. Понимаете, ну вот многие плывут на вот на этой системе, так сказать, да, вот как сказал Эрик Фром, по-моему, что в западной демократии, в западных демократиях особенно люди очень-очень подвержены вот этому конформизму. То есть кто-то издает эти законы, писаные, неписанные, но кто-то к ним приспосабливается. То есть есть огромная часть, скажем, педагогов музыкальных школ, которые приспосабливаются к этому и просто работают расслабленно. Потому что, ну они уже для себя решили, что с этим ничего не поделаешь. Да. Вот. А те люди, которые по-настоящему заинтересованы, во-первых, они переходят в частную деятельность. Значит, частная деятельность предполагает, что ты, в принципе, отвечаешь за то, что ты делаешь, что ты хочешь делать качество и так далее. Это отличается от музыкальной школы от обычной. и, допустим, я могу говорить о себе. Я энтузиаст по природе, поэтому я очень долго к этому шла, именно к тому, чем я сейчас занимаюсь. Во-первых, я считаю, что 25 минут – это нереально. сколько могут они вынести в урок по своей природе? Понимаете, у нас лучшими учениками я вообще занималась только 3 часа. Могут быть? То есть, конечно. Могут быть? Но это все зависит... То есть это астономических, да, или академических? Можете таких? Астономических. Астономических, да. Это зависит от того, сколько у меня времени, сколько у него времени. Насколько он интересуется этим всем. У меня был мальчик, который сейчас учится в консерватории, он в 16 лет сыграл в Ольберт-вариации. Маха. Прекрасно. Просто прекрасно. Вот он был заинтересован настолько, что я ему готова была отдавать свое собственное время. Понимаете? А когда приходит ребенок, очень чувствительные дети, очень чувствительные, то есть, как мимозы. Совершенно невозможно иногда просто сказать что-то. Ну, вот ты смотришь и, в принципе, сразу соображаешь, как с этим ребенком поступать. То есть, настолько индивидуально должно быть. Конечно, за эти 20 лет я сделала очень много ошибок, но вот сейчас я вот смотрю просто на ребенка, знакомлюсь, знакомлюсь с ним и сразу вижу примерно, как я с ним буду заниматься. Я буду заниматься индивидуально. Вот. Что касается, допустим, начинающих, я вам скажу, скажу, что, допустим, вот эта методика, которую я здесь использую в своей книге, она подтверждение тому. Допустим, значит, поскольку, во-первых, я считаю, что ребенок должен понимать то, что он делает. И я, в принципе, стараюсь начинать сразу заниматься по нотам. Пусть это будет одна, две нотки, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но, чтобы это не было сначала на слух, сначала с рук, а потом уже по нотам. то есть я это не принимаю. Даже если это четырехлетний ребенок. И у меня получается, в принципе. То есть я могу это подтвердить на примере. Поэтому, допустим, я использую принцип симметрии. Скажем, когда правая рука начинает с одной стороны, и с другой стороны левая подключается таким же образом к ней, это надо смотреть, конечно, так трудно понять, вот любую песенку можно перевернуть в обратном направлении. и дети очень любят это делать. Таким образом, у них получается вот это развитие параллельное. А когда левая рука долго отстает, там, винты или что-то, такое, я знаю, что многим русским педагогам это может не нравиться. Кроме того, это начинается с первого пальца, понимаете? Вы можете начинать заниматься одновременно и позициями тоже. Главное показать, как это должно быть. Я не боюсь этого первого пальца, потому что я одновременно объясняю позиции и так далее. Но для меня главное, чтобы ребенок понял, чем он занимается, чтобы он понял, как надо заниматься дома. Потому что вот эта система наша, когда приводят по мне русских детей, уже проживших в России какое-то количество лет, и мамы, допустим, говорят, а вот у него был педагог, который с ним занимался по несколько часов в день или в неделю по пять часов, допустим, еще плюс несколько репетиторов и плюс остальные предметы, я настораживаюсь, потому что мне будет очень трудно работать с таким ребенком. потому что я знаю, что у меня есть вот этот час. За этот час я должна сделать очень многое. Значит, мне надо работать совершенно по-другому. В первую очередь, мне нужно объяснить, как он должен работать дома. Ну, не сразу, конечно, не с первого рока, но постепенно. Во-вторых, мне нужно, чтобы он понимал, что он делает. без этого дальше никуда не пойдет. То есть я не могу только чувствами оперировать. То есть, а вот эта система симметрии, она, в принципе, дает возможность для этого. Дети очень быстро соображают и готовят свои задания. А второй момент, это то, что учитель играет вместе с учеником весь вот этот вот начальный период. А потом ты как-то чуть-чуть отходишь так, но им это очень нравится, они просят. У меня есть девочка на шестилет, она просит вместе, так говорит. Хочу вместе. Вот так что, вот таким образом коротко. То есть, конечно, получается, что и речь твоя убыстряется. Ты объясняешь гораздо быстрее. Но дети очень умненькие. Очень умненькие. Они соображают очень быстро. И поэтому все, в общем-то, проходит достаточно нормально. Вот. У меня есть такой мальчик сейчас, вот, пришел ко мне полтора года назад, который в 12 лет его учила какая-то любительница, и он играл с Анатину Крементии вторую часть медленную, да, без педали. То есть, как бы это все, что он умел. Но я увидела, что он очень талантливый. Таким образом, про опыты ты уже знаешь, что такой ребенок требует пару лет, его надо переучивать. И это очень трудно, это мучительно, потому что нужно объяснять какие-то вещи, которые, ну, в общем-то, я объясняю такому маленькому ребенку по-настоящему. А тут вот уже такой вот экземпляр, как, и вот это 12-13 лет, когда норвежские дети, очень многие, как раз подплывают к такому моменту, когда у них созревает это желание, этот интерес какой-то, ты видишь, боже мой, и вот, значит, у тебя есть дети, которые с 4-5 лет занимались, вот дошли до 12-летнего возраста. Да, они уже профессионалы, настоящие профессионалы. Вот, они играют так, что ты можешь уже расслабиться, в принципе. Ну, они вот были ведомы своими родителями, родителями, педагогами, родители сидели на уроках, все записывали. Вдруг приходит 12-летний мальчик, который ничего этого не имел, и вдруг ты видишь, что это талант ошарашивающий. Что ты будешь делать? Ну, конечно, ты закрываешь глаза и знаешь, что вот эти 2 года уйдут на переделывание, все-таки решаешься на этом. Вот, он играет джаз еще одновременно. И сейчас он уже, я ему дала тарантеллу листа, и вы понимаете, что вот у него совершенно нет технических проблем. Совершенно нет. То есть, вот эти пассажики все, ну, запросто просто. Единственное, что вдруг ты сталкиваешься с тем, что он не понимает каких-то совершенно вот обыкновенных, не то, что не понимает, он с этим просто не сталкивался. Но я ему быстренько это все объясняю, то есть, все получается очень компактно. Вот, и гибкость есть. И гибкость ума, и гибкость есть. Он выступал на конкурсе, и я была приятно поражена, что, в принципе, мы подготовили сложную программу. Токат Хочетыряна он играл маленькую прелюдию Баха и Нактюрн Шопена. И он сыграл лучше, чем в классе играл. То есть, это было великолепно просто. Просто великолепно. А что за конкурс? У нас есть конкурс национальный исполнительский для детей. Это, пожалуй, единственный конкурс. Нет, не единственный. Единственный такой профессиональный, можно сказать. Потому что там играют, допустим, пианисты в своей группе, причем возрастные группы тоже присутствуют. Скрипачи, через год меняются скрипачи-велочересты и пианисты. А вот в другой конкурсе есть имени одного композитора, так называемого, с парой гуси. Там смешанные инструменты. Это очень популярно, кстати, смешивать все инструменты, проводить конкурсы независимо. Потому что смотрят, в принципе, на исполнение, а не на яркость исполнения, а не на даже на профессионализм. А вот у меня такой вопрос в связи с конкурсом и менталитетом энергетики. Ведь в Шристе я вышел в ней, есть система, там нет конкурса. Потому что ты не выше меня, я не выше тебя. А вот здесь вот как? Плохо. Плохо. То есть, понимаете, первый раз я столкнулась с этим на себе. В Тромсове я работала в музыкальной школе, в консерватории, в гимназии одновременно. И, в общем, пыталась проявить какой-то энтузиазм. И директор музыкальной школы был очень прогрессивный человек. Он меня поддерживал во всем. Кстати, он потом тоже оттуда уехал, потому что, в общем-то, больно уж болотистая такая местность нам, да, мы с ним организовали конкурс фортепиано исполнительства. Детям очень понравилось, они с удовольствием приняли участие, и мы даже раздали некоторые призы. Вот. И все прошло очень хорошо, все были довольны. И потом, после этого, было родительское, ой, родительское, педагогическое собрание, наверное, 30 или 40 педагогов всего, на всех инструментах, и мы стали это обсуждать. И нас с ним буквально забросали помидорами. Да. Обижены. Да. Никому не понравилось, что мы сделали конкурс, причем это уже задняя сломка, понимаете? То есть, все были против. И, конечно, это очень трудно. То есть, я говорю, что вот это вот засядет в ком-то, уже не долго засядет. Я уже не говорю о том, что вот здесь в книге я описываю такой момент, когда девочка пришла ко мне на урок, ну, это было очень, правда, давно, с мамой, ну, такого деревенского вида люди, хотя они все очень умные при этом, то есть, они подкованные, умные, ну, своеобразные вообще. Девочке лет 6 было. Она бегала по классу, но, поскольку урок короткий, то как-то хочется, тебе как-то даже неудобно, чтобы вроде бы, как-то время идет, а мы еще не начали работать, вот, и мама со мной просто болтает. Я говорю, ну, давайте, ну, что, будем тогда уже начинать, или как? она говорит, сейчас я у нее спрошу. Девочка говорит, нет, я хочу бегать. Ну, пусть бегает. В общем, она пробегала весь урок. А мама говорит, вы, наверное, еще не очень ориентируетесь, а вот у нас вот есть вот этот янтеллоф, она, как бы, тоже чуть-чуть с улыбкой это, правда, говорила, но понимаете, мы так вот, как бы, близко к сердцу принимаем это все, и у меня есть подруга, которая полутора годовала ребенок, она его спрашивает, хочешь поменять памперс или нет? Ну, то есть, это уже просто, как бы, все границы переходят. То есть, вот есть и такое. Мои коллеги в школах музыкальных, которые, ну, хотят какой-то результат делать, они страшно мучаются часто, потому что, вот есть Осло, 30 километров от Осло отъехать, уже другая какая-то школа, другая коммуна, совершенно же все равно. Вот это очень странно. То есть, дети переходят на электронику, на электронное, как бы, сочинительство. Да, то есть, уже больше вот все туда, вот в компьютере и так далее. Многие руководители с этим, ну, просто, как-то вот соглашаются. А мне кажется, нужно бороться. Нужно все-таки вот в культуре как-то иначе относиться. А можно преодолеть? Можно, можно преодолеть собственным энтузиазмом. Вот, в институте у нас очень, очень прогрессивные люди. То есть, когда мы находим общий язык, мы изобретаем тут же на ходу какие-то законы новые, какие-то новые правила. Причем, мы не берем как не бюрократы, мы не тратим время на болтовню, как это в музыкальной школах происходит, когда 8 часов собрания, ты сидишь, уже не знаешь, куда тебе себя петь, потому что, ну, просто, ну, совершенно просто, вот, скука настоящая. И они это называют социальным времяпровождением коллектива. Да, это было очень тяжело, но вот у нас не так совсем все по-другому. То есть, если мы захотели, мы можем тут же вот это вот все переделать, всю эту структуру, и мы очень заинтересованы в том, чтобы наши дети хорошо играли, чтобы они получали настоящее образование. Но со стороны руководства есть такие хитрые ходы, когда они, в принципе, именно по этой причине не дают педагогам постоянной работы. То есть, понимаете, они вот как бы чуть-чуть пользуются этим. Они держат вот так у всех на ниточках, чтобы люди могли шевелиться, чтобы они могли что-то изобретать новое, чтобы они могли дорожить этими часами и так далее. Ну, таким образом, какой-то договор, на какой-то время. На договорной основе, да. Потому что существуют такие, ну, скажем, заведения, где люди работают настолько сложа руки, они могут уходить на больничный на год, например. Потому что социальная структура очень развитая, и многие этим пользуются. В общем, мне кажется, что так жить очень скучно. Поэтому... Ну, поскольку второй вид в союзе в союзе? А с этого не так? Ну, в общем, все наши институтские люди очень прогрессивные. Это либо музыканты из филармонического оркестра, либо из оркестр радиотелевидения, либо из каких-то малых составов, типа квартет, и так далее. то есть это музыканты высокого уровня. Так что, в общем, как бы наш коллектив это немножко... Да, кстати, это интересный вопрос, потому что сами они понимают, что норвежского образования недостаточно. Они заканчивают там консерваторию, допустим, и потом, как правило, едут за границу. кто-то в Штаты, да. Кстати, по теории они не выдерживают экзамена, потому что теоретические дисциплины у нас не очень развиты. То есть, вот с этим хотите сказать, что система образования как таковой государственной поддержкой, ну, пусть конвейерная, пусть немножко авторитарная, как, ну, советская, нынешняя, российская, там нет. То есть, системы вот именно. Нет. То есть, по сути, это последний блок какого-то образования, как я делаю вывод, вот общаясь даже с коллегами в Европу. Системы действительно нет. И, вы знаете, вот эта школа, где я работаю сейчас, школа талантов, Таленцкая, она, я не знаю, она, в принципе, возникла по инициативе Янсенса, дирижера. Он там работал, главным дирижером, 25 лет. И, в общем, он видел, видел все это. Несмотря на то, что оркестры очень сильные, высокого уровня и так далее, но среди них много иностранцев или какие-то избранные люди, которые действительно очень талантливые, смогли пройти через все это. Вот лет, наверное, ну, может быть, 25 уже назад, он и один норвежский скрипач, очень известный, они предложили открыть вот такую школу талантов. И, в принципе, это все делалось, можно сказать, на моих глазах. То есть, буквально несколько лет только до моего появления туда все это открылось. И моя дочь, например, она была одной из первых учениц там. Сразу начали организовывать какие-то составы, трио, дуэты, куда-то их вывозить и так далее. Дело пошло. А наш руководитель нашей школы талантов, он еще имеет свой фестиваль, который, в общем, начинался, но буквально там человек сорок, который был поначалу. Фестиваль очень своеобразный. Сейчас он разросся уже до такой степени, что они делают несколько заходов. Значит, на фестивале собираются в основном струнники, дети из разных городов теперь уже. и играют в оркестрах, получают какие-то уроки преподавателей, в составах каких-то играют, получают уроки композиции и так далее. Значит, никакой сомбординации нет. Играют тут же преподаватели в одном же концерте с учениками, со студентами. Это нормально. Это, в принципе, и у нас так же происходит в степени. То есть, демократия вот таким образом. Скажите, Павел, а как принимаете, как вы формируете контингент своих чаще? Да. Вот этот вопрос тоже мы сейчас обсуждаем. Он очень актуальный. И вы знаете, недавно было собрание у нас, поскольку, я как уже сказала, у нас разные уровни возрастные присутствуют, то ректор заинтересован в том, чтобы мы друг с другом разговаривали, чтобы мы как бы готовили, сотрудничали и так далее. То есть, мы сейчас немножко переключаем отделение музыкальной школы на другие рельсы, и многие предлагают, чтобы дети туда поступали. То есть, как вы понимаете, никаких приемных экзаменов в общем нет, кроме школы талантов, конечно, и кроме вузов. в школе талантов обязательно есть, и очень крутой конкурс. То есть, это даже, можно сказать, контрастирует, потому что конкурс настолько большой, что попасть туда чрезвычайно трудно. Особенно маленьким детям, потому что поступают без разрастных ограничений. То есть, вот выделено два места, допустим, на фортепианном отделении, и, скажем, играют 20 человек, среди них девочка 15 лет, который играет картинки с выставки вузовского, там матч, который играет первая из керца, как дети маленькие могут с ними конкурировать. Очень трудно. То есть, мы должны, конечно, смотреть, какая перспектива есть у ребенка и так далее. Но только по игре экзаменов, то есть, никаких теоретических нет. Так вот, мы сейчас обнуждали этот вопрос, и я и еще одна преподавательница по велочели, очень такая у нас сильная, она уже на пенсии, но у нее много учеников. Мы предложили, чтобы сделать приемный экзамен по конкурсу, слух проверять и так далее. Опять же, наши коллеги все были против. Я говорю, ну, как же это может быть? Все-таки, если это школа, если это уровень, то надо хотя бы, чтобы отбор происходил по слуховым данным. Но дело в том, что я уже сказала, что нация очень довольно музыкальная, и практически не бывает такого, чтобы попался ребенок с плохим слухом. Но дело не в этом, а в том, что помимо сказанных данных еще какие-то должны вещи присутствовать. Допустим, мне очень важно, чтобы у ребенка был интерес с самого начала, чтобы у него была какая-то энергетика, чтобы он был заинтересован. я таких детей отбираю сама. Слава тебе, Господи, у меня такая ситуация, когда я могу распоряжаться своим положением, так сказать, и я обычно начинаю заниматься частым образом, а потом уже там как получится, то есть кто-то поступает куда-то, в какую-то школу, у нас есть несколько различных вариантов. И вот я обычно прошу прийти родителя с ребенком и в течение вот этих полчаса нашей встречи я пытаюсь определить какой, мы говорим, капаситет у этого ребенка, какая у него перспектива, что с ним можно сделать и так далее. То есть иногда ты просто изначально смиряешься с тем, что да, ребенок очень музыкальный, но ты как бы понимаешь, что амбиции там нет, а есть просто любовь к музыке. И ты все равно решаешься с ним заниматься и так далее, потому что не все как бы, не все основано на амбициях. Есть даже такие у меня случаи, когда, скажем, ребенок в 15-16 лет, когда он определяет, что ему делать, ты видишь, что он очень талантливый, что он играет очень хорошо, но может быть он играет не очень крупные произведения и играет их не очень много по количеству, но ты видишь, что это талантливый человек, что он очень хорошо уже научен и так далее. И ты буквально уговариваешь идти дальше учиться, а он тебе говорит, ну, вы знаете, нет, я же просто люблю музыку. В конечном итоге получается, что у нас очень много детей, получивших довольно приличное музыкальное образование на вот этой начальной стадии и ставшими просто прекрасными любителями музыки. от чего собственно еще-то? Ну, это хорошо. Да, то есть, конечно, единицы становятся исполнителями, но выжить в этой профессии очень трудно. Очень многие получают профессию смежную или вынуждены получить, так скажем. В общем, я иногда даже смежную. это уже зависит как бы от музыки. Я имею ввиду, это может быть даже не смежное что-то, но я, например, настраиваю своих учеников сознательно, когда уже вот этот возраст наступает, когда надо решать, 15-16 лет, я им говорю, вы знаете, ну, давай подумай, может быть, тебе еще что-то получить дополнительно, потому что ну, в общем, мы все знаем, что профессия сложная, меритаментная, вот, поэтому многие работают на радиотелевидении, скажем, с какими-то становятся продюсерами, режиссерами, звукорежиссерами, совершенно верно, да, с дисками работают, то есть в библиотеках, я не знаю, но они продолжают любить музыку в общем, до конца жизни. Мне кажется, что эта проблема самая актуальна на сегодняшний день, потому что, насколько я помню, очень много детей в России, в закончивших музыкальных школах, озирают музыку и вообще совершенно не подходят к инструменту. Это трагично, трагично. Вот там практически такого нет. Ну, вот, не знаю, мне профессиональная совесть моя говорит, что даже если я знаю, что этот ребенок не будет музыкантом профессиональным, я должна его профессионально учить до самого конца. Я знаю, что сейчас у меня одна девочка уйдет. вот я уже сказала, я ее уговарила, но она говорит, нет, я просто люблю музыку. И я знаю, что она уйдет, я все равно пытаюсь ее учить глубоко, профессионально, потому что мне это нравится, потому что ей это нравится. мы в любом случае занимаемся чем-то прекрасно. А в чем здесь профессионализм? В качестве, конечно, в чем же еще? В качестве, в исполнительском, да? В исполнительском, да. В проникновении как-то. Да, 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 да. Ну, а вот сторона такая принятие именно эта девочка учитывая? Ну, стараешься это тоже делать. Я не знаю, у меня все ребятишки играют гаммы, упражнения Ганона, но вопрос в том, как это преподать, потому что можно заставлять, а можно как-то так объяснить, да, заинтересовать, что он сам захочет это делать, и весело. Главное, чтобы это было весело. Еще за счет самостоятельности детей, общего такого стержня семейного и всякого воспитания, и все на этом завязано. Да. Вот в этом-то и система. Да. Ну, к сожалению, то есть, я не знаю, к сожалению или к счастью, вот те дети, которые ко мне приходят, они в основном из академических семей, конечно. То есть, у них родители либо ученые какие-нибудь, либо музыканты и так далее. Кстати, ученые, это лучше всего. Существом нет, да, у всех есть. Да, конечно, но сейчас вот пошла такая тенденция, поскольку кто-то живет в квартирах и заниматься очень трудно, покупают электрические инструменты, это ужас, конечно, но они приближены. Это которые можно в наушниках? Да, да, и можно заниматься в наушниках. То есть, у меня только один такой мальчик, у которого нет инструмента настоящего, у остальных есть. Даже рояль. Понимаете? А я так иногда хитрю, бывает, я знаю, что родители могут это сделать, я их уговариваю, что проект будет, потому что все-таки рояль и пианино это разные инструменты. А вот частный такой вопрос у меня на английском языке. Есть декадания вы, ты и вы? Нет. Нет? Вот это утрачено. Это не значит, да. И есть даже такие... Как в английском. Как вы? Да, да, да. Но в английском, вот я вот и воспринимаю английское вот это «ю», скорее как вы даже почему-то. А вот арвежское «дю» воспринимается скорее как «ты». И вот от этого немножко коробило вначале, конечно. Когда тебя называют не просто по имени, но это ладно, это, кстати, мне даже нравится, а вот когда тебе говорят «дю», еще хлопают тебя по плечу, особенно если хлопает мужчина, а ты женщина, то это, конечно, не очень приятно. Но в принципе, это тоже зависит от культуры каждого манеринца человека. То есть все очень по-разному. Ты же «ты», да? «Ты», да. Я вам расскажу, такой был казусный случай. Один наш приятель, который работает в консерватории, он только получил как профессора, пианист, на севере, и составлял расписание. Его студенты, кто-то пришел, а кто-то не пришел. И вот он очень страдал по этому поводу, а потом проходил мимо курительной комнаты, сейчас уже их, кстати, отменили, потому что помещение курить нельзя теперь. А вот тогда в консерватории была отдельная комната курительная, он шел мимо, он просто видел, что эта студентка, которая не пришла на собрание, сидит в комнате, ноги на столе и курит. Вот он проходил мимо, а она ему говорит «Ты, когда мне приходить?» Ну, это, конечно... То есть вот это вот отсутствие авторитетов, они, кстати, сами говорят часто, что для нас авторитетов не существует. Для них... Дистанции. Дистанции. То есть для них... Слово авторитет здесь не существует. Они говорят авторитет. Они говорят сном. А это вообще очень часто со словами происходит. То есть, То есть одно и то же слово, немножко другой нюанс, и все, уже в сторону. То есть, допустим, слово темперамент употребляется у них в отрицательных значениях. Скажем, говорят, о, какой у тебя темперамент, то есть характер, какой у тебя характер. Ну, у тебя и характер. Острый, острый. Да. А вот то, что мы, допустим, знаем о четырех видах темперамента, они не знают, что это такое вообще. Да, то есть какие-то другие установки, другие системы. А вот, если вы, пожалуйста, на первом материале, когда вы упомянули как сериаличную конструкцию, да, наверное, вам выгождается микроточность партика, да, по его использованию. К сожалению, я вас почему-то еще не познакомилась с микрокосмосом. Там этого очень много. Да. Я думаю, что... И позиционные движения и синетричные движения. А вот как тропы идут? Я думаю, что, в принципе, здесь очень важно найти именно свою систему. Вот эту систему я подглядела в шведов. Я думаю, что это еще связано с тем, что скандинавы, в принципе, очень разумный народ. Очень разумный. Поэтому им легче так. Понимаете, я не могу со своей колокольни, со своим уставом ходить в чужой монастырь. Со своими установками. И это легче что? Продумывать вещи. И вот есть такие дети, которые просто просят, чтобы с ними обсуждали очень глубоко. Чтобы они понимали, что они делают и так далее. Им недостаточно. Хотя есть такие школы у нас, так называемые, стейнер-школи. Где вот такой вот современный метод американский прижился очень крепко. Learning by doing называется. То есть, когда вот это вот наше привычное... Все отметается и все переходит в область ощущения, так скажем. То есть, педагог на уроке, в принципе, вообще не учит. Вообще не учит. То есть, он просто присутствует, а дети посредством вот каких-то вот... Я не знаю, они как... Как можно... Да, примерно так. Даже алфавит учит таким образом. А-а-а, это что-то вот такое вот. То есть, ну и так далее, да. А это развиваем клавы. Да, таким образом. В этой школе, я заметила, если ко мне приходят ученики, которые входят в эту школу, я замечаю, что они имеют прекрасное образное мышление, что они очень художественно развиты. Они совершенно раскованы. Они не волнуются никогда. То есть, ну вообще совершенно никаких преград. То есть, вот это вот художественное все вне очень развито. Но они не умеют сосредоточиться, не умеют думать, не умеют структурировать. То есть, вот такие вот недостатки. И поэтому, в принципе, я всех отговариваю с этой школой. Как ни странно. Она не всем подходит. Это школа Байдонского такого направления? Только Стейна? Честно говоря, я даже не знаю. Стейна? А Стейна, да? Стейна, Стейна. Правильно, да. По-моему, на ДН много, что ли? Много, много, да. Ну, много также и других частых школ. Стейна в школе тоже частная школа. Да. Но много других школ, которые как раз имеют совершенно противоположное направление. И в этих школах, допустим, такие, как французская, немецкая, английская школа, к сожалению, только с языками связанные, которые как раз вот направлены на очень систематичное обучение. И многие родители отправляют именно туда этих детей. И дети, которые приходят ко мне из этих школ, с ними очень легко заниматься. Они дисциплинированные, они умненькие, они подкованные и так далее. Но иногда они немножко зажатые. Вот я даже не знаю, что лучше. То есть... Надо искать баланс. Баланс надо искать совершенно. Представляете, пожалуйста, еще какой-то фрилям. Вот баланс.